Хорошая новость с границей Мексика-США, городов Тихуана, Мехикали и 9-го судебного округа со стороны США, штаты Калифорния и Аризона. Американские иммиграционные власти выпустили на свободу 375 тысяч семей, прибывших на границу США из разных концов света, в том числе и стран бывшего Советского Союза. Мигранты подали прошение о политическом убежище на границе в период с октября 2018 по сентябрь 2019 года. Из 375 тысяч освобожденных, 145 тысяч были выпущены пограничным патрулем сразу после интервью для ожидания судебного процесса без передачи в миграционную и таможенную службу, а 230 тысяч были переведены в ICE и позже освобождены из объектов ICE на территории США. Иммиграционная служба сообщила, что семьи были освобождены как из-за недостатка мест для содержания под арестом, так и за решение суда 2015 года, которое не позволяет агентству ICE содержать семьи более 20 дней. Как выглядит на практике подача на убежище семейных заявителей с детьми? После легального обращения о предоставлении политичного убежища на официальном переходе в Тихуана или Мехикали, семейные мигранты проходят интервью и в течение 24 часов попадают под арест в учреждение ICE, дом ребенка, до 20 суток. После всех формальностей семью освобождают на территории США для ожидания суда, как правило 1-2 года. Однако такое бывает не всегда. При наличии поручителя в США, родственника, знакомого держателя грин-карт или паспорта, семья оказывается на свободе уже на следующий день без ареста и так же, как и в первом случае, ожидает суд по месту пребывания. В это время можно работать и создавать свой быт в новой стране, так как при наличии оснований статистика положительных решений в миграционных судах США по делам об убежище крайне высокая, особенно из стран Средней Азии, да и отношение к семейным мигрантам было и остается лояльным. Субтитры создавал DimaTorzok